В Чувашии продолжается масштабная модернизация школ. Напомню, 12 учебных заведений уже обновили в минувшем году. В 18-ти проведение ремонта рассчитано на двухлетний цикл, и срок его завершения не позднее 31 марта наступившего года. Между тем, как доложил профильный министр Дмитрий Захаров, в трех учреждениях образования работы закончили раньше намеченных сроков. Это Большебекшихская школа Канарского муниципального округа, Калининская школа в Урнарском округе и Бресинская школа номер 2. А вот некоторые объекты, напротив, попали в число проблемных. Так, в 7-й Чебоксарской школе отставание от графика работ объяснялось необходимостью обследовать фундамент и несущие стены. Сейчас их укрепление вынесено в отдельную сметную документацию, которая проходит экспертизу. В Большекотрайской школе пришлось расторгнуть контракт с подрядчиком, из-за халатности которого, напомнил Дмитрий Захаров, здание с разобранной кровлей залило дождями. Сейчас новые подрядные организации активно наверстывают упущенное время. Есть и третий объект, который требует пристального внимания. Пятая школа города Новочебоксарска, здесь подрядная организация «Стройтех». Она, к сожалению, в прошлом году показала себя не с лучшей стороны на наших трех объектах. Это и Пудейхинская школа, и Шофельская школа. Также себя повели они в Новочебоксарске. Тоже допустили залив здания. Людей на объекте было катастрофически мало. После того, как здесь и подключилась прокуратура города Новочебоксарска, работа усилилась на сегодняшний момент. Проценты они, да, догоняют. 55 процентов обещают в срок завершить данные виды работ. Кровлю, скажем так, установили, устроили. Но работа еще здесь также находится под особым контролем. В этом году в республике также будут ремонтировать 22 школы, которые прошли дополнительный отбор Минпросвещения. Объем федерального финансирования составит 1 миллиард 700 миллионов рублей. Эти учебные заведения сейчас готовятся к апремонту, который должен начаться 1 февраля. Определены школы, на базе которых на время проведения работ будет организовано обучение детей. Также Дмитрий Захаров отметил, что только 8 из 18 муниципалитетов представили проектно-сметную документацию с положительным заключением экспертизы на благоустройство территории после капремонта. Он также добавил, что в заявках были выявлены некоторые несоответствия рекомендациям. Хорошо. Во-первых, до 1 февраля закончить все мероприятия по внесению изменений в действующие проектно-сметные документации, если такие необходимы. Закончить разработку проектно-сметные документации, которая на сегодняшний день является неразработанной и непредставленной в соответствии с требованиями действующего законодательства. Привести не просто претензионную работу, а сделать все для того, чтобы внести в реестр недобросовестных поставщиков все строительные организации, которые допустили нарушения в прошлом году и не позволили реализовать намеченные задачи.